43-летний Михаил из села Малая Александровка, что на Херсонщине. С начала войны в его село зашла российская армия. Он сумел выехать, но потом вернулся за ребенком. Но на блокпосту его остановили оккупанты. Посмотрели на плечи, нет ли следов от разгрузки, от приклада. А потом снимай штаны полностью. Я снял штаны. А так как я плиточник, я в Киеве работал. Два года на коленях стоял на плитке. Им очень не понравились мои колени всего-навсего. По рации тогда Европа, Европа, приезжайте, забирайте. Мужчину привезли в подвал местного полицейского участка. Там начались избиения. Ему угрожали отрезать пальцы, если он не расскажет о позициях ВСУ. Устраивали допрос с пристрастием. Зашли первые. Дали опять очень так хорошо. Уже пожестче били. Зашли вторые. Сказали, мы тебе не верим. Туда-сюда. Ну и самый интересный момент. Он достает револьвер, открывает барабан, вынимает все патроны. Один кладет передо мной. А все остальные себе в карман. Уже патрон в барабане. Он при мне так крутит его. Я вижу патрон. Он один, с капсулем. Совсем. Потом щелк. Значит, тебе повезло. И выходит. Мужчина рассказывает, всегда ожидал новых ужасов. Позже понял, на него давили психологически. После допроса со сломанными ребрами его снова бросили в подвал. Вот. Да они еще не срослись. Но это прокололи доктора. И тут прокалывали. Что-то вставляли. Когда российские солдаты поняли, что пленник ничего не знает, его отпустили. В плену он провел двое суток. В это время его уже искали родные. Елена, супруга Михаила, верила. Муж найдется. Владимир – земляк Михаила. Его взяли в плен на блокпосту, когда он пытался вывезти людей по гуманитарному коридору из Херсонской области в Кривой Рог. Мужчине завязали глаза и сутки держали в подвале. Я не буду ничего рассказывать. Все мы мужчины. Все мы можем вытерпеть. Самым сложным в пребывании в плену было то, что у тебя нет никакой свободы, никакой воли. То есть ты замерз, а тебе ничем укрыться. Тебя кинули в тот сарай. И все время были завязаны глаза. Мне на том кавуне завязали глаза скотчем. И все время, сутки, пока я там был, мне их не развязывали. Мне их не развязывали. Сейчас и Владимир, и Михаил на подконтрольной Украине территории ждут освобождения родной Херсонщины. Как только Херсон станет свободным, хотят вернуться и отстраивать родной край заново. Наталья Белокудрия, Алексей Мацуко, Евгений Кармазин из Кривого Рога. Специально для телемарафона Freedom. Канал UA.